Астов ЮФЛ-3, Алексей Хусаинович, ваши комментарии по игре, чего не хватило для того, чтобы сегодня победить Динамо, которая осталась в меньшинстве? Добрый день, поздравляю команду Динамо с победой, победы заслужены. Не хватило забить, не хотело быстро думать, быстро исполнять. Вот этого, наверное, пожалуй, не хватило. Создание моментов, то есть, ну, Динамо сегодня даже в меньшинстве показала хороший болт, с чем я их поздравляю. Ну, тут даже я не знаю, что, в принципе, спрашивать, потому что, ну, Динамо вышло на второй тайм явно с преимуществом, что они и показали, не позволив вашей команде создать что-либо. Хочется пожелать удачи в следующих матчах и спасибо. Александр Гацкан, игрок команды Ростов ЮФЛ-3. И, Саш, как, по-твоему, чего не хватило твоей команде, чтобы победить сегодня Динамо, которая осталась в меньшинстве? Не хватило реализации, во-первых, много минут не попадали по воротам и медленно катали мяч. Как вам настроиться на следующую игру после, возможно, даже обидного этого поражения? Да, надо просто тренироваться и забыть эту игру и идти дальше. С чем, по-твоему, связано обилие желтых карточек в этой игре? Да, они начали просто жестко играть, и мы потянули этот темп и начали фалить на них больше. Спасибо, удачи в следующих матчах. С нами Абдулла Ашуров, нападающий Динамо в ЮФЛ-3. Абдулла, поздравляем, во-первых, с победой. Думал пробить по воротам или же хотел подачу сделать? Думал пробивал по воротам. Что, в принципе, можешь сказать по игре? Вы остались в меньшинстве на 17-й минуте. Что думаешь, в принципе, про этот эпизод? Было ли там настолько серьезное нарушение? И что вам позволило, оставшись в меньшинстве, победить? Да, там была красная чисто, я считаю. Ну, все пацаны с характером уже доказывали неоднократно. Все пацаны молодцы. Выложились в максимум и доказали то, что мы сильнее. С чем, по-твоему, связано обилие желтых карточек в этой игре? Эмоции. Спасибо. Удачи в следующих матчах. С нами Зураб Зуровович Шелли, тренер команды Динамо в ЮФЛ-3. Зураб Зуровович с победой. Очередная победа для Динамо и для вас в качестве тренера. Ваши комментарии по игре? Эмоции, на самом деле. Тяжело, да, что-то говорить. Но первый тайм играли, на самом деле, неплохо. До момента даже, к сожалению, у нас удалили одного футболиста. Доиграли хорошо. Но второй тайм уже не играли ни в коем случае вторым номером. Старались и прессинговать. Были моменты. Но ребятам скажу, молодцы, спасибо. Вытерпели. Ну и, наверное, выиграли. Достойно выглядели, как можно сказать. В целом, еще раз говорю, ребята, молодцы. Чем замотивировали команду, что на второй тайм они вышли и выглядели более заряженными и не позволили Ростову создать практически ничего у своих ворот? Ну, на самом деле, они уже окунулись в такой ситуации, когда играли с Краснодаром. И при этом ребята выиграли 4-0. Ну, во-первых, мы играем дома. Во-вторых, они знают, для чего на футбольном поле выходить. Бывают такие ситуации тоже, к сожалению, что удаляют нашего футболиста. Настраивались до игры, готовились к игре. Еще раз говорю, ребята, молодцы. Спасибо им за терпение. С победой еще раз. Удачи в следующих матчах.